Доброе утро! В эфире канала Россия и итоговая информационная программа событий недели. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов принял участие в совещании, посвященном безопасности горного туризма на Северном Кавказе под председательством Юрия Чайки. Полпред подчеркнул, что туризм для регионов Северного Кавказа является стратегически важным направлением и одним из ключевых стимулов развития экономики макрорегиона. Имеющийся природный потенциал создает все возможности для активного развития круглогодичного горного туризма на территории практически всех субъектов СКФО. Однако при всей своей красоте и безмятежности природа наших гор таит в себе немало опасностей, с которыми могут столкнуться туристы. Вопросы обеспечения безопасности являются одним из важнейших элементов организации туризма. Приоритетным направлением деятельности является сохранение жизни и здоровья граждан, сказал Юрий Чайка. По итогам совещания сформирован пакет мер и протокольных поручений, выполнение которых будет взято на контроль аппарата полномочного представителя президента России СКФО. Также на этой неделе Рашид Тимрезов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которая состоялась в Грозном. В этот же день в столице Чечни отметили день города. Грозному 203 года. На торжественные мероприятия прибыли полпред в СКФО Юрий Чайка, главы субъектов СКФО, депутаты Госдумы, официальные лица из Бахрейна, Эмиратов, Палестины и Иордании. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил главу Рамзана Кадырова с избранием на должность главы Чеченской республики. Он отметил, что прошедшие выборы показали, что народ поддерживает Рамзана Кадырова и его команду. Рашид Тимрезов также поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения и вручил ему высшую государственную награду Карачева-Черкесии – Орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесской республикой. Самым главным показателем тех позитивных изменений – это, конечно же, улучшение качества жизни людей, населения. Население Чеченской республики, чеченского народа. И прошедшие выборы, они показали ту поддержку, поддержку народа республики, поддержку населения вам, Рамзан Ахматович, всей вашей команде. И на самом деле, я считаю, что вы все делали, делаете и будете продолжать делать только во благо самой главной своей цели – это улучшение жизни и благосостояния чеченского народа и чеченской республики. Рост заболевших коронавирусом растет как в России, так и в нашем регионе. К жителям республики на этой неделе обратился министр здравоохранения Казим Шаманов. Вторую неделю в республике идет резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это связано в первую очередь с тем, что мы, конечно, все чуть-чуть расслабились. Это не соблюдение всех требований, которые мы с вами соблюдали во время первой и второй волны. Это масочный режим, это социальное дистанцирование, это наши свадьбы, это наши похороны. Это все наши с вами те условия, которые мы соблюдали в первую, вторую, третью волну. Сейчас мы, конечно, расслабились, мы устали от всего этого. Но болезнь сегодня, она, как вы видите, как вы сегодня сами замечаете, все больше и больше людей заболевает, попадает в госпиталя. Если две недели назад у нас в госпиталях лежало 600 человек, то сегодня, на сегодняшний день, уже 781 человек лежит в госпиталях. Это с учетом поступивших и выписавших. Каждый день, каждый день мы теряем в госпиталях жителей республики. Умирает от трех до шести человек ежедневно у нас в госпиталях. И, к сожалению, это в основном наше старшее поколение, которых мы где-то не привили, где-то не досмотрели, где-то без масок мы общаемся. Я вас очень прошу, обращаюсь к вам не как министр здравоохранения, и не только как министр здравоохранения, а как жителей республики. Я вас еще раз хочу убедительно попросить, все, что мы можем сделать, чтобы сберечь наших старших, наших детей, наших братьев, наших сестер, вот это все мы должны сделать. Это масочный режим, это социальная дистанция. Это, я понимаю, что без свадеб мы не обойдемся, но как-то ограничивать количество людей, которые вы приглашаете. Потому что большинство у нас с семьями, семейные очаги появляются после каких-то массовых мероприятий, которые мы проводим у себя в семьях. Особо я попрошу вас беречь наших будущих мам. Сегодня у нас в госпитале лежит семь беременных. Всего на учете сейчас 48 беременных, которых подтвержден ковид-статус. Мы с вами прошли уже три волны. Это уже четвертая волна, но более агрессивная. Новый штамп, который сегодня преобладает в республике, он усугубляет болезнь. Если раньше у нас было время 7-8 дней для того, чтобы провести активные лечебные мероприятия, то на сегодняшний день это сократилось до 3-4 дней. Это и повышение температуры, и поражение легких, и более тяжелое течение заболеваний, и несвоевременное обращение, и боязнь ложиться в госпиталя. Сегодня места у нас есть в госпиталях. Но если мы будем пренебрежительно относиться, то ситуация будет только усугубляться. Единственная мера, которая сегодня нас всех может спасти – это прививки. В Черкесске на базе Республиканского центра медицинской профилактики прошел круглый стол по проблемам геронтологии и вакцинации людей старшего поколения. В дискуссии приняли участие медицинские работники и представители традиционных религиозных конфессий. Мурат Жанкёсов подробнее. В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы особенностей вакцинации лиц старше 60 лет, возможных побочных реакций при её проведении. Обращено внимание на то, что пожилые люди в группе риска по развитию тяжёлых осложнений после коронавируса. Следовательно, необходимо усилить работу с населением старшего поколения о необходимости вакцинации, так как болезнь лучше предупредить, чем лечить. Люди 60 лет и старше переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов, что связано с особенностями их реакции организма в этом возрасте. Прививаться можно даже при наличии различных хронических заболеваний. Главное, чтобы они не были в фазе обострения. Но перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Ещё одной темой обсуждения стала вакцинация и её восприятие верующими. Отдельно рассматривались проблемы соответствия христианской и исламской биомедицинской этики технологий, использующихся при изготовлении вакцин. Прежде всего, это не то, что испытание, это, прежде всего, показывало, что пример, что как мы должны относиться друг к другу. Когда была самоизоляция, мы друг к другу относились с любовью, с трипетом, заботились. Также и после этого всего прошу всегда придерживаться рекомендаций только у врачей и всё. Максимально мы должны делать так, чтобы не распространилась эпидемия. Проруссо, алиллаху, 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 именно нам это мучает. Поэтому я не врач, я не знаю, как это надо остановить. Что врачи говорят, мы должны делать это, а не шагу. Участники встречи рассказали, что сегодня в Карачаево-Черкесии нет проблем, связанных с нехваткой вакцин. Любой желающий может записаться на приём к терапевту на портале госуслуги или в регистратуре практически на всей территории республики. У нас в Карачаево-Черкесии с начала года открыты 13 привлевочных пунктов, два из которых находятся в городе Черкесске на базе Черкесской городской поликлиники и лечебно-реабилитационного центра. По одному привлевочному пункту открыты в 10 муниципальных районах на базе центральных районных больниц и центральных районных поликлиники, также отдельно в Краснокурганской участковой больнице. Также в ходе круглого стола был изучен исторический опыт борьбы с эпидемиями, а также рассматривались проблемы, связанные с безопасностью и добровольностью вакцинации. По окончании участники круглого стола приняли итоговый документ. Мурат Шантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время рекламы, а после мы продолжим. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркусдефискисловодск.ру. Касса 2-96-58. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В Москве завершила свою работу главная аграрная выставка России «Золотая осень-21». В этом году она проходит на новой площадке в парке «Патриот». Делегации Карачаева-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Анзором Баташевым принимают участие в российской агропромышленной выставке. На ней представлены лучшие фермерские продукты со всей страны. В рамках деловой программы эксперты обсудили вопросы государственной поддержки отрасли. 5 октября в нашей стране поздравления с профессиональным праздником принимали учителя. И во дворце «Культура Черкеска» прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Отличившиеся педагоги были отмечены высокими наградами. На торжестве побывал и Алихан Лепшоков. Это праздник тех, кто всю свою жизнь отдавал не только знания, но и вкладывал любовь и душу своих учеников. Для всех собравшихся педагогов участники разных хореографических ансамблей исполнили свои яркие номера. Завиститель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбиев поздравил всех учителей с праздником и подчеркнул, что именно от профессионализма педагогов зависит будущее нашей страны. Слова искренней благодарности за ваш труд. Вы выбрали тяжелую, но очень благородную профессию. От того, как вы воспитаете молодое поколение, какие вы им дадите знания, зависит не только будущее нашей республики, но и России в целом. Поэтому низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Руслан Тамбиев наградил троих учителей нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Учитель 5-й гимназии Черкесской Жанна Джандубаева – одна из тех, кто был удостоен этой высокой награды. «Наша задача не просто обучать детей, а вкладывать в них частичку себя», отмечает педагог. Труд учитель, вы знаете, он благородный тем, что когда ты отдаешь всю частичку себя, детям, и потом, когда эти дети, они знают твой предмет, они становятся взрослые. И потом самое главное для учителя – это то, что мы видим их в дальнейшем. Это их жизнь, когда они уже овладевают профессией, и это частица нашего труда. Помимо этого, почетными грамотами и денежными премиями отметили победители конкурса «Лучший учитель года». Также многие педагоги получили грамоты Министерства образования Республики. Заместитель спикера Карачаева Черкесии Дахир Смакуев поздравил и вручил учителям грамоты Народного собрания. Министр образования и науки региона Инна Кравченко также поздравила виновников торжества и пожелала дальнейших успехов. Именно вы, дорогие учителя, закладываете основу завтрашнего дня. Именно вы, дорогие, формируете образованно духовно-нравственно богатого человека и гражданина нашей страны. Да, меняются методы обучения и преподавания. Сегодня приходят на смену новые технологии, цифровизация. И сегодня жизнь испытывает нас на прочность с вами. Но вы достойно держите удар, уважаемые коллеги. В завершении торжества для всех работников образования была организована небольшая концертная программа с участием детских танцевальных коллективов. Али Халим Шоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды проведена полная реконструкция парка в микрорайоне Московский города Уджигуты. Что уже сделано, а что в перспективе. Чем довольны и какие пожелания у жителей микрорайона узнавала наша съемочная группа. Альбина Курочного-Кенжева подробнее. Парк общей площадью 1300 квадратных метров существовал более 40 лет с момента основания тепличного комбината Южный. Это излюбленное место бабушек и дедушек, озорных ребятишек. На Новый год тут устанавливают на протяжении почти полвека пушистую ель и вводят дружные хороводы. Но за эти годы парку необходима была реконструкция. В рамках госпрограммы здесь установлены детские игровые площадки с резиновым покрытием, спортивное ядро, лавочки, столбы освещения, урны. Обновлена тротуарная плитка, облагорожены пешеходные дорожки. Будет продолжена реконструкция здесь. Не самого парка уже, а вокруг будут асфальтированные подъездные пути, чтобы было более комфортно жителям. Неплохо у нас с озеленением. Мы постарались при реконструкции трогать по минимуму деревья, которые здесь росли. Но там, где необходимо, конечно, будем еще подсаживать. Потихоньку реконструировать дворовые территории, благоустраивать. Также общественные территории планируется продолжать. Жители Московского рады благоустройству парка. Ведь это дополнительное комфортное место для общения старшего поколения, игр с детьми, занятия спортом. Тут уже лет 10, наверное. И этот парк был старым, конечно. А тут мало было и качель, мало было и вот этих скамеек. А сейчас сделали очень хорошо. Я прихожу сюда со своими внуками и мои правнуки, которые в Жигуте живут, тоже приходят. Они маленькие, правда, но мы с ними тут гуляем. Нам очень нравится. Но если бы еще вон там тот парк немножко сделали, добавили туда, было бы очень хорошо. Также у жителей огромная просьба к обслуживающей компании «Комфорт» содержать в порядке и чистоте парки и весь микрорайон. «Загажено, неделями не убирается. Вот эту территорию всю мы сами убираем, пакетами выходим. Я бы хотела, чтобы обратили внимание, мы же тоже в республике этой живем. Не только центр там, Черкесск, Драй. Здесь тоже люди, тут тоже дети растут. Чтобы как-то обратили внимание». Мы обратились в обслуживающую компанию. Но в комментариях «Комфорт» нам отказался, славшись, что администрация не на месте. Были пожелания также от старшего поколения к молодому быть аккуратными, содержать в чистоте место отдыха, не засорять, не портить имущество парка. «Не живу здесь 40, наверное, больше лет. Хочу сказать, были времена застои, но не только в нашем, в нашей Жигуте, не только в нашем микрорайоне во всей России. Но в последнее время, хочу сказать, администрации Жигутинского городского муниципального образования очень много делается. Делается много. И ремонты начались в подъездах. Особенно большое спасибо, конечно, им за парки. Не было этого. Один парк сделали. Ну, не сказать, что там тот парк. Этот парк намного лучше, просто немножечко стесновато. Но ничего. Но, но, минус нашему населению. Хочу сказать, ничего им делать не надо, нашему населению. Почему? Все ломают, за детьми не смотрят. В администрации города говорят, все пожелания жителей будут рассмотрены. Они смело могут обращаться в муниципалитет, так как основное требование госпрограммы – быть на связи с населением и учитывать их пожелания. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский. И последнее во дворце культуры Черкеска выступил симфонический оркестр Ленинградской области. В нашем городе они завершили большой гастрольный тур по Северному Кавказу в репертуаре коллектива. Есть и черкесский фольклор. В мир прекрасной музыки окунулась и Альбина Ламкова. Анастасия Ушакова в симфоническом оркестре на виолончели исполняет и ведущую партию. Она юная, но талантливая. В свои 19 лет достигла мастерства. На этом смычковом инструменте играет с раннего детства. Каждый концерт под управлением маэстро Михаила Голикова для Анастасии праздник. Каждый его концерт – это большой праздник. И для меня в том числе, и для всех музыкантов оркестра. Потому что те программы, которые он делает, это что-то невообразимое. Там смешивается и классическая музыка, и народная, и какие-то композиции из фильмов. И, конечно, мне кажется, никто не может остаться равнодушным. Мир музыки, он огромен, многогранен. И для меня большое счастье быть его маленькой частичкой. Михаил Голиков вот уже долгие годы управляет мощным звучанием симфонического оркестра Ленинградской области. Он художественный руководитель и главный дирижер. Говорит о своей работе как о музыкальном ковчеге, состоящем из музыки разных направлений и идей. Но основой этой программы является проект, который 10 лет назад был проработан вместе с композитором Муратом Кабардоковым. Музыкальный фольклор черкеса в современном прочтении занимает прочное место в репертуаре оркестра. По словам Михаила Голикова, интерес к адыгской этнической музыке появился у него после участия в масштабном культурном проекте «Симфония Кавказа». Эти 10 лет мы продолжаем создавать программы в рамках этого проекта, куда включается черкесская, адыгская музыка, музыка русских композиторов, которые бывали на Кавказе. И под впечатлением от него написали совершенно уникальные, очень непохожие зачастую на свое творчество произведения. Сегодня мы тоже приготовили произведение, свою симфоническую версию одной очень известной народной танцевальной мелодии абазинской, топорный танец, куашара. К организационному процессу концертной программы подходят тщательно, стараясь подобрать и учесть интерес зрителя. В группе вместе со мной работает и находится тоже здесь на гастролях режиссер Мурат Калов, который со мной работает в Санкт-Петербурге, филармонии для тех молодежи, которые я тоже руковожу. Он наполовину абазин, поэтому для нас было очень легко, понятно и, как-то знаете, удивительно, приятно открывать для себя вот сегодня культуру абазинов. И, конечно, вот эта часть программы, связанная с Кавказом, она очень для нас ценна. У нас было несколько концертов в разных республиках, и в каждой из республик мы постарались привнести что-то новое, некие специи, в зависимости от того, где мы выступаем. В том числе и сегодня здесь впервые прозвучит новое произведение, написанное Муратом Кабардоковым специально по абазинским народным мелодиям. Поэтому мы все увидим, услышим, и я надеюсь, что это всем понравится, потому что это будет очень тепло, эксклюзивно, и хочется верить знакомой близко. Любую программу в каждом жанре, от классической оперы до кроссовера рок-хитов, музыканты и оркестра воспринимают как личный вызов. Играют не только с блестящим профессионализмом, но и с глубоким пониманием материала, нервом и драйвом, отмечает художественный руководитель. Аскер Бербеков – победитель восьмого сезона «Шоу Голос», заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он исполнил для зрителей несколько композиций. У оркестра огромный репертуар. Исполнение обращено к широким кругам слушателей. Музыканты учитывают все стили, направления и жанры мировой симфонической музыки. О музыке Мурата Кабардогова я могу говорить часами, потому что я знаю его давно еще с института и мне очень нравится его произведение. И свои произведения, и обработки. Недавно он приезжал с клевер-квартетом. Конечно, это был волшебный вечер. Анастасия Ушакова, мы впервые познакомились с ней сегодня. Она погрузила нас в музыку Ханса Циммера. Это, конечно, что-то волшебное. Ну и Аскер Бирбеков. Замечательный голос. Такую богевскую рапсодию, я думаю, наш город не слышал никогда. Спасибо большое организаторам. Слышим такие произведения в записи и на дисках. Поэтому вот живое исполнение, это совершенно другая атмосфера, совершенно другое восприятие, совершенно другие впечатления. Они трудные передать словами. На самом деле музыка и в таких случаях убеждаешься вновь вновь, что музыка, у музыки свой особый язык, который и объединяет, и оставляет всегда незлодимые впечатления. Такое творчество и мощный репертуар в профессиональном исполнении не каждому под силу. А еще грамотная подача, которая вдохновит любого зрителя и даже капризного. Я хотел бы от вашего имени поблагодарить первым, это Мусаха Балевича Экзекова, который организовал этот добрый и приятный вечер. Сегодня мы побывали, наверное, каждый из вас может подтвердить своими бурными овациями там, где каждый хотел побыть. Качественное музыкальное и вокальное исполнение никого из зрителей не оставило равнодушным. Это поистине вечное прекрасное искусство. Концерт вдохновил всех поклонников симфонического оркестра. Композиции прозвучали чувственно, эмоционально, живо и, конечно, бесподобно, красиво. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 585 золотой. Тысячи причин услышать «Да». На постоянную работу требуются бетонщики, электросварщики, машинист автобетононасоса 6-го разряда, питание и проживание предоставляется. Полный социальный пакет. Официальная заработная плата от 55 тысяч рублей. Телефон 8-928-375-8102. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Крачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В дни осенних каникул с 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» в онлайн-формате проводит 28-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Наука творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение конкурса на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Как только на горизонте появляется гора Шайтан-Баши, что с карачаевского переводится как «Чертова гора», Туристы, которые даже прибывают в заповедную долину впервые, уверены, что Тиберда уже не за горами. Да, именно так, не за горами, а у их подножия. В 1915 году этот городок официально признан горно-климатическим курортом мира. Здесь начинается строительство противотуберкулезного санатория. В 1925 году на левом берегу реки Тиберда был построен первый противотуберкулезный санаторий. Вот в это здание приезжали лечить туберкулез люди со всей страны. «Божий дар» так звучит в переводе Тиберда. Этот уголок был настоящим спасением от чумы XX века – чахотки. Главными помощниками медработников были, конечно же, мягкий климат и сосны. Их пыльца и выделяемые эфирные масла в воздух оздоравливали и продолжают оздоравливать больных. Сегодня курорт продолжает принимать людей с заболеваниями органов дыхания. Ну а пока плодотворное идет лечение, можно посетить Тибердинский заповедник, основанный в 1935 году. Он радует своим музеем природы и вольерами с животными, многие из которых занесены в Красную книгу. С удовольствием как и гости, так и жители Тиберды поднимаются к водопаду «Мужские слезы», откуда открывается великолепный вид на курорт. Излюбленным местом как детворы, так и взрослых является одна из достопримечательностей Тиберды – озеро Каракёль, глубина которого достигает 9 метров, а подпитывается озеро за счет бьющих на дне родников и небольших стекающих ручейков со склонов Куйбаши. В центре города установлен памятник воинам, которые не вернулись с полей сражения в годы Великой Отечественной войны, а также обелиск неизвестному солдату. Увековечено здесь имя вождя пролетариата Владимира Ленина. Под необыкновенным синим небом в курортном городе Тиберда живут и трудятся более 7 тысяч человек. Гостям здесь советуют обратить внимание на необыкновенные ночи. Тишину нарушает лишь шум реки Тиберда, который можно слышать с любой точки населенного пункта. Вот здесь у шлагбаума заканчивается Тиберда и начинается не менее живописная дорога в поселок Дамбай. Ну что, поехали! Наш маршрут «Мир заснеженных гор» кристально чистого воздуха по правую и левую сторону дороги сопровождают темнохвойный лес из вечно зеленых величественных елей сосен, а также дубы, чинары, березы. Всю эту красоту, начиная с Тиберды до Дамбая, мы наблюдаем на протяжении 20 километров. Здесь, пожалуй, на каждом пятом километре дороги есть излюбленные места туристов, откуда можно совершить увлекательные путешествия. К примеру, на водопад Шумка, который берет начало у Чертова замка. Ответленные тропы приведут к Муруджинским и Бадугским озерам. Свернув влево на 15-м километре, можно попасть на северный приют, но сюда потом мы сейчас спешим в Дамбай. И вот уже открывается всем известная панорама вершин главного Кавказского хребта. Нас встречает гора Зубцу-Круджу, а над Дамбайской поляной более чем 2000 метров над уровнем моря возвышается визитная карточка курорта – гора Белолакай и Пик-Инэ. Их знают все, даже туристы, приехавшие сюда впервые. Стекающая по ним талая вода ледников образует реку Аманаус. Дамбай очень красиво. Я не ожидал увидеть, что здесь летом так красиво. Меня очень впечатлил вид сверху. Меня впечатлили пейзажи. Эта величественная природа сильно отличается от природы Франции. Мы насладились свежим воздухом и этой вкусной ледниковой водой. Отсюда мы увосим заряд необыкновенной энергии. Да, отсюда можно увезти не только красивые фотографии. Для тех туристов, кто забыл приобрести сувениры в Дамбайе, местные жители подготовили разнообразное варенье, шерстяные и пуховые изделия ручной вязки и ароматный горный чай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Появится чувство такого родного тепла, что каждому с детства знакомо наш мир обретает размеры накрытого нами стола. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! В эфире жизнерадостная и жизнерадующая программа «Когда все дома». И сегодня Наталья Нурмухамедова нам часть своей жизненной энергии подарит, познакомившись со своими близкими и родными. Здравствуйте, Доброе утро! Я землю поперег и вдоль изъездив, улыбок много видела и слез, но ни в родном, ни в чужедальнем месте, мне повстречать его не довелось. Салам! 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 Это моя дочка Анастасия, самая любимая дочка, одна единственная. Очень приятно. Это моя сестра тоже очень любимая, которая все время меня строит, она такая строгая, она правильная. Меня все время надо строить, потому что я такой человек спонтанный и энергичный, неуправляемый. Это Олег, который теперь у меня и директор, и музыкант, и гитарист, и звукорежиссер, ну в общем, директор по общественным связям, в общем, все, все в одном. Помните, как товарищ Сухов объяснял, Гюль, читай, что, говорит, он тебя одну муж любит, а тебе заботится хорошо, а потом она говорит, так одна за детьми смотрит, одна, значит, еду готовит, другая за одеждой, а все время одна тяжело. Олег, как на вас отражается такой шустрый характер Натальи? Поделитесь. Положительно. Он замедляет еще все темпы, что он как-то микширует. Две половинки, они же дополняют друг друга, то есть вам этого не хватало в жизни? Ну, видимо, да. Меня надо успокаивать. На самом деле, ее энергетика, она заряжает, наоборот, потому что она такая, она очень теплая. Покоя нет. Раневская, ну, примерно так она сказала, что у меня хватило ума глупо прожить жизнь. Хорошо. Я думаю, что вот то, что я легко проживаю жизнь, это вот как раз, наверное... Тогда к вам, применяя, у меня хватило сил легко прожить жизнь. Ну, жизнь продолжается, конечно, но тем не менее. Сколько же сил нужно все-таки? А это, наверное, уже оттуда. Это мама с папой, это генетика, это моя любовь вообще к жизни невероятная. И к людям, к друзьям. Олег, где вас судьба свела с Натальей? Ну, где она смогла свести? Естественно, концертной площадке, в коллективе, да. Коллектив подразумевает много людей. Несколько. Когда много людей, очень трудно сойтись, потому что все отвлекают, все вокруг пульсируют. Нет, у нас сейчас маленький коллектив, небольшой билет в СССР. Мы же люди взрослые уже, поэтому как-то рыбак рыбака видит издалека. Есть какие-то моменты, которые к человеку располагают или, наоборот, отталкивают. Вот с кем ты бы хотел встретиться, а с кем бы нет. А вот жизненный опыт, он скорее располагает или скорее отталкивает? Вообще тебя отталкивало всегда. Ну, не совсем. Он был осторожный человек. Раненая птица в руки не давала? Да, да. Типа того. Угадали. Да, типа того. Мне пришлось, да, хитростями какими-нибудь восточными. Но тут не только хитрости. Есть очень открытый характер совершенно, такой теплый абсолютно человек, который невозможно не обратить внимания, вот так скажем. Кто попадает к нам в дом, уже все. Когда знакомятся взрослые люди, вот как вы думаете, серьезный вопрос, с какого момента действительно знакомство начинается? Вот с первого момента, причем вот прям сзади увидела контур и подумала, какой-то родной человек. А мы стояли там около метро Рязанский проспект, собирались первый раз в кучку, я еще никого в лицо не знала. И вот я прям сзади, сразу увидев волосы седые, я сказала, так, это наша точность, нашего ансамбля. И вот это вот как-то первое впечатление сразу меня вот как-то сразу настроило. Я в прошлой жизни где-то с ним была знакома. Ну это абсолютно обоюдное чувство. Дальше-то начинается речь, которая важна. А дальше получилось, что человек читал те же книжки, что и я, которые меня учила читать, моя сестра и мою дочку. И поэтому мы все как бы в одной теме. Мы просто прошли, грубо говоря, один и тот же путь. В общем-то, да. Да, в целом. Поэтому у нас очень много общего в любом случае. И в музыкальном плане, и в человеческом. И вообще очень много интересов, которые нас объединяют. Ну, собственно, вот. Я по ступенькам жизни устаю Идти наверх, чем выше, тем сложнее Я песни без остатка отдаюсь Живя, страдая и мечтая в ней А как так интересно? Имена русские, а фамилия узбекская. Ну, потому что мама у нас русская, а папа у нас таджик-узбек, не знаем мы кто даже. В детдоме он воспитывался, поэтому там уже никак. А, ну иногда просто давали фамилию по внешности, не понимая, что... Ну, да, уже и все. Ему года дали по внешности. Да, и года, не те. Как правильно ударение в имени папы? Сатты. Сатты? Да, Сатты. Я сейчас еще больше объясню. Он вообще-то полное имя его, не Сатты, а Сатвалды. Но он в паспорте так написал, поэтому мы Саттыевна. А Сатвалды, обратите внимание, первая часть слова Сатва. Это же санскрит. Это благостная гуна. Вот так вот. Из трех гун. Видите, наша программа за годы своей жизни поняла, что человек живет, пока о нем помнят. И когда рассказывают о жизни человека, о его переживаниях, сочувствия ему, как бы разделяют то, что он пережил. Если в детский дом попал папа. Спасибо.